Как я люблю все эти разговоры о моде, обсуждение нарядов знаменитостей. Прямо сейчас мы этим и займемся. Доброе утро. Доброе утро. С нами стилист Маша Юшкевич, наш постоянный эксперт. Маша, о чем поговорим? Прошла церемония Института костюмов. Это специальное торжество, бал, который посвящен старту сезона работы выставки Института костюмов. Это благотворительное мероприятие, очень светское. И поэтому, как мы можем не обсудить наряды звезд. Потому что они сами знают, на что идут. Грубо говоря, это повод заявить о себе, повод удивить и показать свой какой-то такой стиль, вкус. Поэтому предлагаю обсудить их наряды. То есть, как правило, у выставки есть тема, и она же соответствует вот этому мероприятию. И в этом году это был модный лексикон в Америке. То есть, как-то так или иначе, дресс-код наряда должен был совпадать с темой. Маша, как тебе кажется, удалась задумка, смогли ли звезды проявить себя? Ну, по-разному. Кто-то прям постарался, а у кого-то было ощущение, что о теме никто и не вспоминал. Давайте начнем, пожалуй, с мужчин. Так сложилось, что вот я сказала, что эта церемония отличается от церемонии Оскар, что очень многие мужчины выбрали для своего наряда классический смокинг. И даже уже появилась какая-то шутка в связи с этим, что, ну, конечно же, что нам еще ждать от мужчин? Неужели у них нет других нарядов? Ну, это отчасти так. Вот как важно все-таки соблюсти дресс-код, да, мероприятие. В этом плане мне очень понравился актер Тимати Шаламе. Вот он скомбинировал, как-то обыграл, по-новому представил смокинг. У него он укороченный, он замиксовал его с такими довольно свободными брюками. И, опять же, не забыл про тему вечера, добавил таких, скажем, исконно американских, пару американских кет. А я знаю, что очень хвалят наряд Джастина Бибера и его жены. Вот как ты оценишь их наряд? Я вообще хотела отнести в отдельную рубрику наряды звезд, звездных пар. Потому что это тоже очень интересная тема, когда пара должна как бы совпадать по стилю. Общая концепция. Да, здесь я бы показала таких моих как бы фаворитов. Это как раз Джастин Бибер со своей женой, да. У нее необычное классическое платье, но она в какой-то момент добавила черные очки, вот, чтобы скрыть свое расстройство. Был такой у нее момент. Но в целом все равно этот образ играет. Он такой классический голливудский шик. Мне понравилось. Вот еще мне очень понравилась Мария Шарабова с ее женихом. Тут как бы разные цвета, но идеально подходящие друг другу по стилю наряды. Я бы обратила внимание на Риану и ее спутника Асап Рокки. Это их первый совместный выход и очень такой запоминающийся, очень яркий. Потому что они выбрали, как ни странно, объемные пуховики, практически одеяло. И, ну, вот это было эффектно. А, точно, да, помню. А еще я знаю, кто-то выбрал просто одеться в черное. И прямо на голову тоже был какой-то. Это отличилось Ким Кардашни. Вот. Честно говоря, у меня двоякое впечатление. Отчасти я понимаю, что она отрабатывает свой контракт с брендом, который она представила. Но это, ну, это круто. Вот это запоминающийся, и это прямо, мне кажется, в тему, в точку. И, опять же, можно не делать макияж. Одел и выбросил. Все. В этом смысл этого мероприятия. Так а для чего тогда это? Произвести вау-эффект. И все? Запомнится. Понимаешь, некоторые выходы потом вспоминают. Вот. Более того, цитируют. И это еще одна разновидность нарядов. Многие звезды решили просто сделать оммаж. То есть какое-то такое повторение, ну, как бы копирование. Ну, конечно же, и в то же время восхищение авторством каких-то работ в стиле. И повторили просто наряды звезд. Это была Кэндал Дженнер, которая повторила наряд Одри Хёберн из одного фильма. Это была Кая Гербер. Маша, кстати, очень красивый, очень изысканный, стильный наряд. И Билли Алиш, ну, догадались, да, кого она скопировала? Это образ Мэрилины Монро. Да, она на нее и похожа. На самом-то деле. Ну, хорошо тогда, Маша, ответь на один вопрос. Да. Единственный, как-то этот модный показ может повлиять на будущие тренды в модной индустрии? Я думаю, да. Можно говорить о том, что скоро все будут ходить в смокингах? И в одеялах, в одеялах. Вот в одеяло. Я хотела сказать, что грядет зима. Да. И пуховик одеяла как никогда актуален. И почему бы не вдохновиться Рианой и ее спутником? А еще я хотела сказать, что есть направление, вот все-таки, если кто-то и соблюдал тему, то это звезды, которые выбрали такой наряд с отсылкой на Статую Свободы. Это супермодель Иман. И это, правда, очень красиво. И необычно, и запоминающееся. Маша, а кто тебе не понравился? Скажем так, чьи наряды меня смутили, вот я бы выделила Дженнифер Лопес. Она мне очень нравится как актриса, как персона. Но вот наряд был чересчур. Это, кстати, тот момент, когда вот детали, они хороши тем, что они детали. То есть это акценты, это чуть-чуть, это как приправа. Но у нее это было прям все и сразу. Да, она прям соблюла тему, это был такой вестерн, ковбойский стиль. Но вот по мне перебор самый настоящий. А это значит, что Дженнифер Лопес скоро сменит своего стилиста на Марию Юшкевич. А между прочим, Мария, вы свою карьеру начинали у нас в студии. Маш, большое спасибо тебе за такой обзор. Ну а мы продолжаем, не переключайтесь.